Добрый день! Сегодня 25 августа 2022 года. Вот я решила поговорить о морковке. Урожай морковки. Хороший. Любите ли вы морковку? Ну, я уверена, что многие любят её, натертую с мёдом или с сахаром. Это очень вкусно. Это деликатес прямо, как я считаю, как по мне. Но кроме того, что она вкусная, она очень полезная. Даже если кто-то не любит, её надо обязательно есть, потому что в ней присутствует провитамин. Витамина А, бета-каротин. Так мы учили в институте. И вот этот каротин, он должен превратиться в организм и витамин А. Но он превратится в витамин А только в одном случае. Если будет присутствовать определённый жир. Животный. Животный жир. Либо сливки, либо это будет сметанка. Тогда он превратится в витамин А, который очень полезен для зрения. Мы знаем, что если недостаток витамина А в организме происходит, у человека куриная слепота проявляется. Ну, кроме того, витамин А очень хорошо действует на кожу лица. Она становится гладкой. И красивая. Вот морковочку собрали. Как она перезимует? Перезимует как-то, ну... Дело в том, что сейчас там всякие вот червячки внутри почему-то появляются. Не всякие, а один вид. Такой проволочник он называется. И он по мере хранения морковки, он проходит всю морковку практически. И получается, что изрезаешь, изрезаешь её, а в итоге всё изрежешь. Там остаётся совсем мало. Но не хочется же с червяками есть. Вот. Кроме того, я хочу сказать, что в морковке очень большое количество вот этих волокон клетчатки. Клетчатка, которая очень полезна для пищеварения, для желудочно-кишечного тракта. Ну, и в итоге для всего организма. Поэтому врачи рекомендуют есть побольше клетчатки. И морковка как раз тот случай. Так что ешьте морковку и будьте здоровы!